Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня я хотел бы проповедовать на тему «Прибудьте во мне». И для этого я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли Евангелие от Иоанна, 15 главу. И мы будем читать... Мы прочитаем с первого стиха, но сделаем акцент, наше внимание, на 4, 5 и 6 стихе. С первого стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боле принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть в лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветки собирают и бросают в огонь, и они сгорают». В данном тексте, вообще, этот отрывок, он очень богатый, он очень важный, в нем много истин, которые говорят о спасении, о Боге, о личности Христа, о Божественности. И не хватит того времени, которое у нас есть, чтобы размышлять, говорить о всех них. Поэтому я хотел, чтобы мы поговорили о трех истинах, которые в этом тексте есть, которые говорят о наших отношениях со Христом, как с Богом. Три истины, которые мы видим в этом отрывке. Четвертый, пятый и шестой стих. Три истины, которые говорят нам о наших отношениях со Христом. И первая истина, о которой здесь написано, она звучит так. «Мы не самодостаточные, но зависимые». Первая истина, о которой здесь говорится, это о том, что мы с вами не самодостаточные, но зависимые. Если мы прочитаем четвертый стих, то мы читаем. «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Иисус Христос говорит о наших отношениях с Ним. И Он говорит, что наши отношения, мы не можем жить без Него. Это было очень понятно для людей того времени, этот пример лозы и ветвей, потому что Бог часто называл Израиль своим виноградником, Он говорил о том, как Он заботится о Нем, поэтому это для них было понятно. И как Иисус, как истинная виноградная лоза, Он дает всему жизнь, в Нем весь сок, в Нем все питание, то Его ученики, те, которые живут в Нем, которые получают силу в Нем, это те, которые приносят плод, это ветви, на которых есть плоды. Иисус учит нас тому, что мы не можем быть виноградной ветвью без Него, мы не можем приносить плод без Него. Некоторые люди, они пытаются своими силами как-то достичь каких-то успехов в духовной жизни, они пытаются быть святыми, но Иисус учит нас тому, что если я хочу быть святым в своей жизни, если я стремлюсь быть похожим на Христа, я должен пребывать в Нем, потому что моя сила от Него, потому что я не могу жить без Него, как ветка не может жить отдельно от лозы, точно так же каждый из верующих людей, он не может жить отдельно от Христа, он не может жить без Него. Если мы читаем Псалом 61, 12 стих, то мы читаем, как там написано, «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Обратите внимание, что говорит Давид, сила у Бога, не в нас сила, не в чем-то внешнем, сила только у Бога, мы не можем сами делать ничего, у нас нет своей силы, поэтому если мы не пребываем во Христе, если мы не черпаем силу от Него, у нас нет силы ни для чего остального, у нас нет силы, у нас нет желания, у нас нет силы желать чего-то хорошего, делать что-то хорошее, думать о чем-то хорошем, потому что вся наша сила сокрыта в Боге. «Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога». Тот, кто пытается жить без Бога, пытается не пребывать во Христе, ищет силу в самом себе, какими-то своими усилиями, пытается достичь успеха в духовной жизни, он потерпит крах, он потерпит полный крах, потому что христианство без Христа – это как кофе без кофеина, это тот же цвет, тот же вкус, тот же запах, но эффекта нет, силы нету. Вы можете выпить кофе без кофеина сколько хотите, но вам от этого будет мало пользы, вкус тот же, но нет силы. Христиане, которые пытаются жить без Христа, они посещают собрания, они как-то делают вид или правильные вещи, но они не пребывают во Христе, они не относятся к Нему как к источнику жизни, у них нет силы, они не имеют эффекта в этой жизни. Влияние Христа нет в их жизни, и поэтому их жизнь не приносит плода. Вторая истина, которую мы видим здесь, это о том, что мы не можем приносить плод без Христа, мы ничего не можем делать без Христа. Стих 5. Мне кажется, что конец этого стиха, он очень ясен, он да не могу понять, и определенно ясен для всех нас. Иисус говорит, без Меня не можете делать ничего. Вы не можете быть даже послушны Мне без Моей помощи. Вы не можете любить без Меня без Меня, если я не даю вам силу, если я вас не побуждаю к этому, если вы не питаетесь от Меня. И мы не можем приносить плод без Христа. Когда мы читаем Новый Завет, Послание Павла, мы читаем о том, что о плодах Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, радость, милосердие, кротость, воздержание. И люди пытаются как-то эти качества выработать в себе, они пытаются радоваться, когда им трудно, они пытаются быть терпеливыми, когда у них терпение на пределе, они пытаются воздерживаться от греха, они пытаются быть миротворцами, а у них сил не хватает. И мы пытаемся как-то это все в себе сгенерировать, но это не получается. Почему? Потому что это плод Духа. Это не плод человека. Это плод Духа. И мы можем приносить плод Духа только тогда, когда пребываем во Христе. Когда мы пребываем во Христе, Иисус дает нам жизнь, и Его влияние, Его жизнь в нас, она производит этот плод. Только пребывая во Христе, мы можем приносить духовный плод. Филиппийцам 1.11 мы читаем, исполнены плодов праведности через Иисуса Христа в славу и похвалу Божью. Только благодаря Иисусу Христу. Попытаться быть добрым христианином без Христа не получится. Если я не во Христе, если я не пребываю в Нем, я не принесу никакого плода. Я ничего не смогу сделать. Иисус учил о том, что если я хочу приносить плод, если я хочу быть эффективным в Царстве Божьем, если я хочу, чтобы Божья благодать изливалась через меня на других, Бог использовал меня, я должен пребывать во Христе. Другого варианта нет. Мы не можем ничего делать без Христа. Мы абсолютно и полностью зависимы от Него. У нас, как у людей, нет никакой независимости. Независимость – это миф. Мы зависимы. И Иисус Христос это очень ясно говорит. Без Меня не можете делать ничего. Как только я начинаю надеяться на свои силы, на то, что я что-то смогу сам сделать, попытаться делать без Христа, без признания своей слабости, без поиска силы только у Него, меня ожидает крах. Проигрыш. По-моему, что Иисус говорит, что без Меня не можешь делать ничего. И оно так и есть. И третья истина, о которой здесь говорит Иисус, этот отрывок, он очень важен. Потому что есть люди, которые ходят в собрания, они в церкви, они вроде бы ветвь, но на ней нет плода. Они вроде бы зеленые листья имеют, вроде бы к стволу прикреплены, а плода нет. Нет никакого эффекта. А такие люди могут успокаиваться, говорят, ну, я в собрании, я в церкви, я хожу уже 20 лет, и вот я здесь постоянно, не мог чем-то заниматься, а Иисус смотрит, говорит, плода нет. И Иисус дает третью важную истину здесь. Это предупреждение. Это о том, что происходит с непребывающими во Христе. Что происходит с непребывающими во Христе. Стих 6. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветки собирают и бросают в вагон, и они сгорают. Если человек находится в церкви, пытается что-то делать, вообще это не означает, если человек в церкви, не означает, что он является частью церкви. Если человек член церкви, это не означает, что он верующий. Можно быть сколько угодно в церкви, но не быть верующим. Иисус об этом говорит. Можно быть веткой и не иметь плода. Единственный критерий, по которому определяются истинные верующие дети Божьи, те, которые пребывают во Христе, и он в них, это по плодам. По плодам их узнаете. Иисус говорит о том, что кто не прибудет во мне, извергнется вон. Отец виноградарь. Отец как садовник, он просматривает, он все смотрит, и он наблюдает, и он видит, какие ветки они не приносят плодам. И он отсекает их. Рано или поздно, человек, который не искренен, которого вера не настоящая, который не настоящий христианин, он не спасенный, он просто пришел как на религиозный обряд, для него это как хорошее времяпрепровождение. Он думает, что он спасенный, но в его жизни не нет плода. В какой-то момент истории Бог покажет, что он не истинный, что этот человек, он не настоящий ветвь, что он не имеет плода. И более того, Бог убирает эту ветвь. Посмотрите, что говорит Иисус. Во-первых, что эта ветвь извергнется, а во-вторых, что она засохнет. Она не будет питаться, не будет смысла. Если мы не пребываем во Христе, если человек не пребывает во Христе рано или поздно, он засохнет. И в какой-то момент Бог просто отрежет и покажет, что это было не по-настоящему. И это предупреждение для людей, которые считают себя верующими, для кого-то, возможно, из нас с вами, которые думают, что я верующий, я, возможно, занимаю какой-то пост в церкви, я что-то делаю, я активен, я очень много лет в церкви. Но если нет плода, нет пребывания во Христе, нет этого плода от пребывания во Христе, то такой человек, он не настоящая ветвь, и его ждет это последствия. Джон Маккартур говорит об этих людях так. Бесплодные ветви – это ложный верующий, человек, исповедующий веру в Христа, но на самом деле не знающий его. Эти ветви только кажутся соединенными с истинной лозой. Их связь с Христом – только видимость, его жизнь не течет в них, поэтому ни в коем случае они не могут переносить духовный плод. И эти ветви Иисус грозит удалить. Это очень серьезное предупреждение для тех, которые думают, что если я в церкви, значит, все спокойно, значит, у меня все нормально, я верующий человек. Мы должны понимать, что хождение в церковь не делает нас христианами больше, чем стояние в гараже делает нас автомобилем. Это очень важно. Иисус предупреждает это из любви, чтобы люди не обманывались, но чтобы проверяли себя, как Павел говорит, испытываете себя, верили ли вы, приносим ли мы плод. Потому что в нашем мире сейчас очень легко запутаться и свыкнуться с этой религиозностью, которая этот мир наполняет. Христианство полно людей, которые как бы христиане, но они не дети Божьи, они не на лозе, они не приносят плода. И очень легко расслабиться и жить комфортной жизнью, думать, что все хорошо. Иисус предупреждает, если пребываете во мне и приносите плод, тогда вы со мною. Если плода нет, подумайте, может быть, вы не на лозе, может быть, вы не питаетесь от нее, может быть, вас ждет удаление от лозы, может, вам грозит засуха и погибель. Из любви и милости Господь говорит это. Но когда мы говорим о том, что нужно пребывать на Христе, что это значит? Три истины. Первое. Пребывать на Христе означает исповедовать Христа. 1 Иоанна 4,15 мы читаем. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Интересно, что вот это слово «исповедует» это не просто провозглашение словами. Как бы, ну, я верю, что Бог есть, я верю, Иисус Христос Сын Божий, конечно. Люди в мире, огромное количество, которые говорят, и считают, верят, что Иисус Сын Божий. Но интересно, что здесь Иоанн говорит, вот это слово «исповедует», оно имеет более глубокое значение, оно имеет активное действие. Это слово «исповедует» означает провозглашать, провозглашение, за которым следует действие какое-то. Например, я признаю, что Иисус Сын Божий, и так как я признаю, что Он Сын Божий, я признаю все, что с этим связано, что я не могу жить без Него, что Он Царь Царей, что Он управляет всем, и что я Его раб, и я должен служить Ему, я нуждаюсь в Нем, я каждый день нуждаюсь в Его благодати, милости и силе. Вот это исповедание, когда я признаю то, кто есть Христос, и это влияет на мою жизнь, не просто слова, это исповедание активное, которое влияет на мою жизнь, которое побуживает меня каким-то действием, правильным действием. И вот у кого есть такое исповедание, кто исповедывает, чье исповедание ведет Его к действию, тот пребывает в Боге, тот получает силу от Бога, тот живет Богом. Второе, пребывать на Христе означает думать, как Христос. Филиппийцам 2 глава 5 стих, «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Павел говорит о том, что в нас должны быть тот же образ мысли. Вот это слово «чувствование» это означает мышление. То, как Иисус мыслил, Его цели, Его желания, то, как Он понимает вещи, то, как Он смотрит на мир и на обстоятельства. Если я наполняю себя Словом Божьим, это невозможно иметь образ мысли Иисуса Христа, если не наполнять себя Словом Бога, если не пребывать в Слове. Когда я наполняю себя Словом Божьим, я читаю, я вникаю, я желаю познать Иисуса Христа, кто Он есть, Его личность, тогда мой образ мышления меняется, потому что уже не мои мысли, но мысли Христа. Я думаю, как Христос, я думаю, как бы Христос поступил в какой-то ситуации, какими Он, в принципе, руководствовался бы. Я смотрю на ситуацию и на происходящую в мире так, как Иисус смотрит. И это следствие исповедания. После исповедания, признания мы стремимся к познанию Христа и вследствие наши мысли меняются, наше мышление меняется. И мы думаем, как Христос. И мы поступаем, как Христос. И это третье. Что значит пребывать во Христе? Это означает поступать, как Христос. 1 Иоанна 2,6. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать, как Он поступал. Очень просто. Библия очень чисто, а открыто это говорит и доступно. Что здесь может быть непонятно? Если верующий человек говорит, я люблю Христа, я пребываю в Нем, я лоза, я ветвь, а Он лоза, я получаю от Него силу, Иисус говорит, кто поступает, так как Он поступал, тот пребывает. Иисус говорил, если любите Меня, соблюдите Слово Мое, соблюдите заповеди Мои, исполняйте их, ходите по Моим следам, делайте это, как Я делал. Вот это означает пребывание во Христе. Пребывание во Христе это активное действие, это не просто 52 раза в год прийти в собрание, послушать проповеди и хор и помолиться, и дать десятину. Это активное действие, влияющее на всю жизнь, на мышление нас с вами. И по-другому мы жить не можем. Мы либо пребываем во Христе и живем, потому что в Нем только настоящая жизнь, либо, как ни крути, рано или поздно умрешь. Без Христа жизни нет. Это слова Иисуса Христа. Мы нуждаемся в том, чтобы пребывать в Иисусе Христе, чтобы получать в Нем силу. Пребывать во Христе означает не иметь никаких интересов, которые Иисус не был бы посвящен, и не вести жизни, которую Он не мог бы одобрить. Это значит не допускать в нашу жизнь ничего такого, что могло бы разделить нас со Христом, но нести Ему все свои трудности и брать от Него мудрость, жизнь и силу. Сегодня Иисус Христос говорит нам с вами об отношениях с Ним. Как нам проверить, имеем ли мы с Ним отношения, пребываем ли мы в Нем, живем ли мы Им. Или мы, как веточка, зеленая, листики красивые, аккуратные, но нет плода, как ветвь, которая ждет, когда ее отсекут, и она погибнет, и когда ее бросят в огонь. Иисус Христос учит, что настоящая жизнь в Нем, и это жизнь с избытком, это жизнь, которую мы получаем от Него. И Он учит нас, как нам пребывать в Нем. Пусть этот отрывок, эти истины, они будут благословением сегодня для нас, чтобы нам, возможно, проверить каждому свое сердце, проверить свое состояние, пребываю ли я во Христе, какое мое пребывание во Христе. А, возможно, кому-то нужно понять, что я не пребываю во Христе, и мне нужно бежать к Иисусу Христу, потому что, если я сейчас не прибегу к Нему, может быть, завтра уже быть поздно. Иисус Христос очень милостив, поэтому Он говорит это нам сегодня. Это большая радость, что мы можем иметь смысл жизни и радость в Иисусе Христе, что Иисус Христос, не мы сами, но Иисус Христос, источник нашей силы, нашей радости и смысла нашей жизни. И что наша жизнь может быть прожита не зря, когда мы пребываем на истинной лозе, которой является Иисус Христос, и приносим плод для Его славы. Аминь. Помолимся.